потому что я на самом деле такая вышла в эфир в преддверии сейчас расскажу своего подарка значит у меня вчера был такой запрос типа ну и чем на 8 марта там 14 февраля как-то вроде разобрались любовь к себе я утром стою и у меня точно газончики перед окнами веранда где я готовлю садовник посадил цветы живые и такие они синенькие красивые прямо я кого на тоже цветочки у меня вообще все вот что вы думаете о седине закрашивать или любить мне сложно сказать я все не смотрю такая думать что у меня волосы такие белые стали думаю что 70 на пока я вообще не понимаю что это и как это по моему можно там что-то попытаться и в общем-то очень часто было что восстанавливались волосы у девушек на разных моих курсах вот есть даже здесь во франции специальные витаминки от седины и у того же биоситом раз они есть значит что-то можно и вот закрашивать не закрашивать нет нет смысла спрашивать у кого-то другого это вы решаете вот вам нравится ваши волосы с сединой вы такая вау классно вам не нравится вы идете какой-то безопасный краситель берете который не портит ваши волосы не портит ваши там кожи головы не доставьте и делайте как вам нравится вам нужно нравиться себе в первую очередь не нужно думать о ком-то вообще нужно думать о себе потому что вы у себя есть это ваш вот единственная базы которые есть она у вас есть и не заботятся о себе это такая глупость а мы все это делаем потому что ну как раз что есть вы закинули всего побежали за тем чего нету а то что есть и не от нему так вот на этом все и растить надо представьте что у вас он есть вот ваш участочек земли который ваш так вы на нем цветочки растите они ходите там поля что-то сеять вот когда начало несенных ветром 6 девчонки вот когда я продавала присыл да по заниженной цене вот потому что дальше это все будут покупать этот курс по существенно выше более высокой цене я сразу говорю что бессмысленно спрашивать он точно будет в этом году все дать не определено как только я пойму что даст датами первое кому я расскажу это людям которые уже купили при присыл и тем кто еще будет так что вот как поддерживать увядающую кожу тело но сушки это столько разбирали ну и очень много разбирали девочки начинаем самого простого и банального да для того чтобы вообще с кожей работать нужно разобраться со своим здоровьем это несложно это курс для ленивых и пытливых вот до лдп там все есть два месяца и вы делаете для себя и своей кожи столько сколько вы не сделаете никакими кремами никакими процедурами ничем остальным ну и плюс конечно же контрастный душ конечно же кремик кокосовое масло на тело конечно же массаже конечно же физическая активность 40 минут день ходить надо вот это все вместе ну это так это вот так вот на ходу не сказать я для того что что я делаю я плаваю два раза в неделю причем для то подать бы бассейн я предпочитаю соленой водой я обязательно хожу или занимаюсь там каким-то приятным мне видом физической активности бертом теннисом да потому что это все циркуляция крови я питаюсь правильно да там ем на голососе там зелень я мажу кожу хорошими кремами специальными такими увлажняющими но кокосовое масло здесь тоже будет хорошим я просто не люблю зимой потому что на зимой застывает зараза такая его не отколупаешь как следует а вот летом такой мягенькая хорошо вот я делаю разные процедуры массажики я могу в душе сделать контрастный душ и обязательно пройтись баночкой да вот у меня есть баночки до баночками то есть дополнительно циркуляция когда есть возможность принимать вам я принимаю ванны с разными водорослями травками я люблю залмановые ванны то есть набор то он огромный просто это важно делать у меня есть список это все записано моем телефоне время от времени я выбираю туда какие-то позиции и эти вещи делаю а вот и все а как по-другому то есть тут жить надо хорошо себя любить радоваться жизни питаться правильно спать высыпаться ложится спать не тогда когда вставать и тогда все будет очень хорошо так ну что у нас тут уже пошли просто это здорово так как вам первый раз 8 марта без мужчины рядом значит девочки в моей жизни было миллион раз 8 марта без мужчин рядом все кто со мной знаком много лет знать что я первых не замуж во вторых я я жила в одной стране там до серёжа если вы про серёжу жил в другой мы приезжали там то все дети и так далее 8 марта вообще никогда в нашей стране семье не считался праздником я сейчас пересмотрел очень многие вещи я считаю что если ты учитель то ты учитель каждый день но это не значит что в день учителя нужно отказываться от цветов я также очень хорошо понимаю что если ты цветок любишь цветы рядом с тобой мужчина внутри которого к тебе весна у него тоже будут в руках к тебе цветы если этих цветов нет бессмысленно дрессировать внушать еще что-то их нет при ми и когда я нашла в себе силы принять моя жизнь стала намного лучше нет цветов в этих отношений их нет все понимаете и дальше ну как бы и как тебе вот без цветов ну как как вот я вчера такая значит ну и чем где подарки чё будет и как давай мир расскажи мне открываем 100 грамм и там мой любимый маргинштерн я знаю что это сложно понять но этот человек колоссальной энергии потрясающе классного вайба внутри и ну блин это песни с матом да там про девчонок плохо говорят но я признаю девчонок современных ну как бы не потому что я с кем-то знакома просто вот общаюсь смотрю и я понимаю что очень многие слова и мальчишки тоже говорят из тех слов что там сейчас поется это все потому что у нас ведь наши вот это вот женская она же и в детей наших пошло и если мы пошли на завод работать со станками то наши девчонки пошли такие типа нет я к станку не пойду я бы свека сейчас тут сам там сам и вот сейчас ну не знаю говорят что девушки там в 20 лет уже имеют минимум 5-6 половых партнеров просто это типа норма а типа это вообще считается приличная девушка который не может такого быть не мир такого быть идет а так и вы понимаете и можно сколько угодно сидительство этой сторончий позиция этого не может быть но если это так но это новый мир надо это принять бессмысленно говорить у нас было по-другому да у нас pistol по-другому теперь так и когда вот это все вот так вот закрутилось то не удивляйтесь что в песнях буду пить не очень хороший эпитеты в сторону девушек которые ну там я не знаю позволяют себе там не знаю там какие-то вещи такие на виду сосать за сумочку но я не знаю опять хотят это их право то есть они найдут наверное потребители на эти вещи но тогда чего стесняться петь об этом в песне что там насоса зачем стесняться очень классный и вы представляете такой говорит привет всем моим защитать подписчицы и фанатки и я в куршавеле я такая я просто свалилась кровати и завтра у меня будет концерт и просто это в соседнем от меня доме я звоню своему консьержу тут в отеле гриб блин я хочу попасть на этот концерт гуточу какой-то непонятный парень там еще я грузу что мне надо такой да ладно все мы вам сделаем то билеты стоит 600 евро то вообще никому не нужен этот чувак там я говорю ребят мне нужен билет я одна я готова купить столик целый но мне нужен билет играть все овощение присылает форму я заполняю отправляю как бы они качественно им нужно скинуть карточку вашу я говорю целиком они говорят да с двух сторон я бы не это точная тема не пройдет я двух сторон карточку даже в этот прекрасный шикарный ресторан не скину а и как вам нужно зайти туда хотите сегодня у них поужинаете заплатить я бы хочу и я вчера такая вечером цинь 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 иду в этот ресторан и меня сажают кормят три блюда 200 евро я покушала никогда вы знаете вашей брони нету на концерт мургенштерн что такое я как такое что такое его так и ну ладно пусть все пойдет как пойдет потом выясняется что мои подруги которые здесь отдыхают есть подругу который был билет на этот концерт она от него сегодня отказалась стареете там какая-то такая замутка я там познакомилась уже со всеми в этом ресторане он тут рядышком я пару раз прогулялась говорю ребята я приду они арина для вас место на баре что вы понимали вот так стоит бар вот так сцена лучшего места быть не может но мне уже консерс калсу что играть вода даже не ходите вы все равно туда даже не зайдете там будет такая толпа что у вас просто сметут надо идти туда значит к десяти часам и вы писать и все сколько вы до часу ночи напьете на баре я буду я вообще не пьем году тем более я говорю ладно я возьму там бутылку кристаля поставлю рядом с собой пусть стоит вот и буду просто ждать пенсики горят ну да у вас такой такой вариант к десяти туда значит идите и до часу ждите то есть знаете себе я с десяти до часа на баре в ресторане я одна вылета в ожидании концерта маргинштейн это очень мне так интересно ребят я вам обещаю я сделал оттуда прямой эфир я ну вот сколько мы сейчас это болтай минут 15-20 я вот видите головку помыла после саунки вот и я к десяти туда должна пойти то есть соответственно не очень много еще своим поболтали чем вы прикиньте да я пойдут засяду возьму лекции наушники и буду там работать возьму зарядила папа пару powerbana и я честно скажу что в принципе что уходите делаете но я приду и я буду смотреть не слушать морген такой говорит я никогда в жизни не выступал в ресторанах мне так прикольно чё будет я прихожу в этот ресторан такая квадратное помещение все в зеркалах свечах каких-то где будет сцена не горит а вот я сейчас так когда проходил мимо захожу там сцену такую 10 сантиметров сделали я понимаю у него есть на всякий песен там если я спал с тобой не думаю что это вот это кстати из его совсем юношеских там вообще классный чувак и очень рекомендую послушать очень много драйва в музыке некоторая музыка вообще слушается слова не надо слушать они как музыка то есть у него был такой период я начала я с ним познакомилась когда мой сын на новый год несколько лет назад посадил нас на в компании взрослых людей горит слушать я сейчас покажу прикольного чувака я тогда по элджей у значит мне лжи очень нравится гердман все элджей твой все тут такой новый чувак моргенштерн и я посмотрела шоу где галкин вел шоу не поленитесь включите youtube моргенштерн он еще там молодой еще не знаменит он только там какую-то машину секунду он только-только вылез вообще только вот только показался но бэкграунд у него уже дай боже был и басков и баска такой типа ну мол типа вот оно надо же тоже мне как-то к этому и как там моргенштерн когда пел это четыре утра уже было новый год на немножко выпивший совсем чуть-чуть и когда моргенштерн там стал переделывать его шарманку в той его манере когда он вместо слов там просто обрывки какие-то кидал это у баскова было такое лицо что это теперь так будет кошмар ну ну тоже понимает что время это проходит другой приходит посмотрите то беда я тогда и мне очень понравился я стал за ним посматривать вот какие-то у него были клипы дурацкие ну какие-то дурацкие песни мне не очень нравились да и периоды меня тоже были но в целом я ему конечно люблю обожаю вы знаете что я не за вот очень хочу пойти на него посмотреть что мне хочется его заряда чуть-чуть подзарядиться побыть в его поле а ему послать лучики как бы на самом деле вдохновение и того чтобы он сейчас поехал в америку и порвалась мир и это будет очень классно парню 26 лет он просто фантастически просто очень хочется ему пожелать чтобы все было классно у него он этого достойно он молодец вот он прямо поругается помириться вот он прям цепляет какие-то вещи много чего он там и пережила и перешло но класс ладно в общем я перестану вас тут искать томить моими краской старуши чем-то такая подумать юношескими там полюциями в эту сторону так ну что с 8 марта всех 8 марта до тех с 8 марта сейчас короче из клуба и я вам трансляцию это ресторан сделаю вам трансляцию посмотрим как меня там посадят так на настойку баром ну что вы поняли как мне первый раз 8 марта без мужчины рядом нормально девочки очень многие вещи они в нашей голове сидят как какая-то догма и мы себя сами в эту клетку посадили сидим а как же без этого и вот оно случится а на самом деле одна дверь закрывается всегда открывается другая всегда никогда не бывает такого чтоб ты где-то оказался без чего-то что тебе безумно нам нужно вот если ты без этого значит тебе это уже не надо и тебе надо уже научиться смотреть дальше и чем ты больше будешь страдать тем ты позже увидишь то что тебе уже предложил мир другое вот так так зелень овощи крупы это же мусорный полин для сосудов нужно белок так вот знаете вот девушка поле вы давайте вот эти все свои умности как бы вот ну двигайтесь куда-нибудь в сторону своего блога и там вещайте я не люблю когда приходит мой блог и начинают здесь советы раздавать вот кому там что надо надо так семена льна курсами девочки не хочу судя про семена льна курсами говорит про илона так далее конечно курс есть периоды когда курсами в более взрослом возрасте уже не смотря для чего вы принимаете у семян льна порядка десяти назначений и очень важно понимать когда и как поэтому когда я слышу про льняную кашку мне так спешно становится больше двух столовых ложек в день семян льна принимать нельзя никому ни при каких условиях а люди едят льняную кашку это как вы знаете прикажи богу дураку богу молиться на лоб себе расшибет много разных моментов если мы сейчас этот эфир будем делать про семена льна тогда мы будем это разбирать но у нас сегодня просто в честь женского праздника женского дня вот везде где я даю рекомендации под тем поводом по которым я иду на тех курсах я везде пишу когда сколько и как и для чего начальная стадия варикоз можно брать до любую стадию варикоза можно убрать просто ведь он же не просто так у вас образовался это же тоже это же ваши последствия соль я буду потихонечку голову сушить последствия вашего образа жизни а ведь вы же ведь хотите какое-то лекарство чтобы вам чем-то помазать и все потому что но варикоз и такая же двигаться надо это ходить надо каждый день вот вот вы начнете если ходить каждый день питаться правильно спать у вас этот варикоз начнет уходить но ходить каждый день 45 минут без остановки это не то что между этажами по делам по работе это именно вы просто вышли на улицу player в уши кроссовки на ноги кроссовки размялись обязательно да там коленочки покрутили ножки но вот это буквально сам простую разминку она у меня в этом аккаунт в этом блоге есть заходите в видео чуть-чуть отлистываете там есть разминка и заминка вот разминку берете и тогда через три месяца мы уже сможем с вами поговорить магний вы там себе добавить и так далее вот все остальное можно будет ввести после того как вы начнете делать то что я скажу но параллельно вам нужно начать правильно выстраивать свой образ жизни то что если вы не спите ночью или например у вас работа день работаете там там два отдыхаете примерно суточная и многое многое другое вам эта ходьба не поможет вот если у вас есть проблемки спали не глютен вам это не поможет только это тоже очень здорово мешает нашим сосудам как ни странно да там 0 по линии кишечки если у вас есть предрасположены к сахарному диабет у вас будут проблемы с вашими сосудами то есть вас будут разрушаться гликокалис из-за этого у вас будет происходить на что сосуд네 из Clarkie и вот как раз вот этот весь варикоз будет происходить там очень много нюансов некоторым людям для того, чтобы победить варикоз, нужно будет обязательно пройти курс, унесенный ветром. Кому-то будет достаточен ДЛДП. Но не торопитесь на курс. Пока вы не начнете ходить каждый день, не полюбите это. Ничего не получится. О, а любить физическую активность мы учимся на курсе Орла Пилатес. Вот, видите, как все просто. Можно, можно. Будете вы это делать? Или вы просто ждали, что я скажу, возьмите слезы девственницы и рок-единорога. Перетрите все это при полной луне и намажьте на ноги, тогда пройдет варикоз. Я уверена, миллион советов, рекомендаций про варикоз читали, но вы же ничего не стали делать. Потому что если вы стали делать, начальная стадия достаточно легко убирается. И, кстати говоря, в аккаунте Мелолика Попоноги, мы вам даже это разбирали. Так. Как отслеживать выработку прогестерона? Ну, вот просто в гугле это забить, и там сразу будет ответ. Потому что это настолько просто, что прогестерон тот, про который мы говорим, он вырабатывается желтым телом. Желтое тело образовывается когда? После овуляции. Что этому что это сопровождает? Небольшое поднятие температуры. Таким образом, покупаем градусничек, вот этот специальный, который во рту температурку мерит, и программку. И измеряем каждое утро, сразу после пробуждения, когда спали не меньше пяти часов. И вам автоматически строится графчик температуры. И после овуляции, из-за того, что у вас образовывается желтое тело, которое продуцирует прогестерон, у вас температура, пах, и поднялась. И она там должна подержаться хотя бы восемь-девять дней. Это значит, что цикл все окей, прогестероновая, овуляция была, желтое тело образовалось, все хорошо. А если через второй, на второй-третий день температура, пах, упала, то первое время можно сходить, сдать анализ, убедиться, что действительно прогестерона нет, и нужно его вводить. А, как правило, любой нормальный гинеколог вам, если вы ему принесете вот эти свои записи, он, во-первых, обалдеет от того, какая вы классная. Потому что женщины, которые хотят за собой следить, хотят что-то отслеживать, их так мало, что вот это и приводит к тому, что протоколы, которые дают доктора, они такие узкие на всех, и вот называются такие забивательские. Да, потерпишь, да? Вот. Вот так вот все просто. Так. Так вы расстались или нет? Непонятная ситуация. НАТО. Смотрите, как интересно. Людям всегда очень интересно, что там у других. Я уже сказала, что я, когда буду готова о чем-то говорить, я поговорю об этом. Но людям почему-то хочется заниматься не своей жизнью, а чужой. Вот вы подумайте, почему? Я вам отвечу. Потому что интересоваться чужой жизнью очень безопасно. Вы ей интересуетесь? Делать все равно ничего не можете? Можете только там поухать-поахать. А если своей интересуешься, то там уже надо разбираться, смотреть и так далее. И я вас нисколько не осуждаю. Я сама такая была, то что я вот 30 лет занималась работой. поставила себе цели высокие, там, семья, дети, любящий муж рядом, чтобы все было прямо вот. И все так и было. Понимаете? И отношения внутри строятся тем, что ты свое внимание не вовне, напоминаешь, как там у других людей, как там им помочь, как там вот это. А внутрь себя и там находишь проблемы. И пока человека интересует, так вы расстались или нет, вместо того, отчего, как у меня вообще у самой-то происходит и так далее. Ну, как бы, поэтому я вам, так сказать, такое лаверды сделала, да? То есть, по большому счету, могла просто сказать, скажу позже. Но немножко тоже, вместо того, чтобы с собой заниматься, вами позанималась. Арина, расскажите, пожалуйста, про кольцо Аура на вашей руке. Очень важно ваше мнение. У меня это кольцо 4 года. Если я его ношу каждый день, им пользуюсь, я считаю, что это самый передовой на сегодняшний момент гаджет по контролю за здоровьем, который не сравнится ни с часами Apple Watch вообще никаким образом, ни с одним другим гаджетом, я про все знаю, ни с одним, то, ну, разумеется, если я им пользуюсь, да, опять-таки, я им пользуюсь, я каждый утро смотрю, я отслеживаю, я понимаю, оно там снимает в трех плоскостях показания. Я разбираюсь в этом. Кстати, оно и прогестерон, ну, температуру, какую прогестерон тоже ловит. Вот. Ну, вот здесь как? Бухнул, не поспал, еще что-то. Ну, даже если поспал, ну, вот, оно все-таки не так классно, а ловит вот эти вот мельчайшие доли градуса, как градусник. Но на самом деле, для прогестерона, вот, правильно спросили, кольца тоже будет хорошо. Оно дорогое, но оно того стоит. И где-то раз в год вам придется его менять, потому что батареечка будет все хуже, хуже, хуже. И каждые два дня вы начнете просто заряжать, забывать его заряжать. Вот. Если надо, могу как-нибудь просто про него рассказать, как я им пользуюсь, что там вообще есть. Но это такая вещь. Программа на английском. Ее можно зайти посмотреть. Ну, я даже не знаю, это надо просто брать, опять-таки, сосредоточенно садиться и разбирать каждый пласт, что оно делает, как, чего. Я обожаю. Это мой любимый гаджет. Я без него никуда. Так, а какое ваше высшее образование? Высшее образование. Я никогда не задумывалась об этом. Я закончила Плотехнический университет города Санкт-Петербурга. Кафедру... Я даже сейчас не вспомню название кафедры. Знаете, я думаю, что пройдет еще 5-7 лет, и понятие высшего образования отомрет в том плане, как вот у нас сейчас с ним мамочки все носятся. Мой ребенок должен получить высшее образование. Понимаете, образование – это не просто система знаний, потому что сейчас, когда есть огромное количество книг, лекций, онлайн-курсов, когда все университеты мира имеют онлайн-программы, бесплатные в том числе, получить высший уровень образования – это только вопрос самодисциплины и контроля. потому что все, что делает отличие обучения за деньги, куда ты приходишь, это то, что тебя там контролируют и выставляют оценки. Еще 5-7 лет и люди, самоучки, не имеющие возможности платить по полмиллиона долларов за образование в Америке или еще где-нибудь, потеснят вот эту всю золотую молодежь в гаджетах сидящей, параллельно лекции отвечающей, куда-то там сдающие что-то. По одной простой причине, потому что если в тебе есть поток желания что-то знать, если ты привык систематически добывать знания, обрабатывать их, если у тебя есть высокий уровень критического мышления, это очень важно. Мало того, что ты логик, ты еще это систематически используешь. Вот я этим пользуюсь с детства. Мне всегда было интересно про любую вещь, как она устроена, как она работает, а почему это вот так. И я в каждом моменте доходила до сути. Меня ответ потому никогда не устраивал. И ответ ой, никто не знает, меня тоже не устраивал, потому что я шла и сама заново изобретала велосипед. И да, я тот человек, который пошла в девятом классе в физико-математическую школу, у них там, оказывается, были какие-то свои учебники, я про эти учебники ничего не знала, нам там задавали какие-то примеры, и я сидела дома до трех-четырех часов утра, рыдая, и изобретала вот эти теоремы и так далее. Вот просто, если кто-то знает слово с канави, он поймет. То, что у них в канави была теория, были примеры, я получала примеры, слушала кусочки, фрагменты того, что я внезапно из обычной школы, придя в физико-математическую, начала слушать, а там даже над нами немножко как бы так подтрунивали. И я потом сидела, это и решала. И поэтому, когда несколько раз там был такой случай, когда я у доски выходила, и решила так, что учитель не мог понять, как так можно решить. Он говорил, это невозможно. А вот это... И он не верил, что это решила я. У меня подружка была отличница из этой физно-школы. Он ей пятерку поставил. Она говорит, да это не я решила, это Арина решила. Он говорит, да не может этого быть, вы посмотрите, это же гениально, это же вообще-то невозможно. А он знал бы он, что я каждую ночь до 6 утра до 5, там вот слезы, сопли, но пока не сделаю, не уйду. Понимаете, если у человека есть вот эта тяга к знаниям интерес, то вот это стоит любого высшего образования, потому что это прикладное. Это значит, что мало того, что я обладаю огромным количеством знаний. Я знаю, как их применить. А если не знаю, я раз, два, три и буду знать это. Вот почему все те сложности, которые на меня приходили в жизни, они обогащали этот мир тем, что я давала какие-то готовые рецепты, да, и те курсы, которые есть, они работают. Именно потому, что была проблема, я ее брала, и я ее решала комплексно не только для себя, а как она может быть. Это как на нашем курсе минимум тысячи человек всегда была, они могут подтвердить, что это все как бы, да, раскладывалось и работало для всех. То есть каждому подбирали то, что должно подойти, и в принципе это все равно укладывается в некую систему. Вот с женским здоровьем хуже. Женское здоровье в систему уложить можно только тем, что хочешь нормально пройти климакс, будь женщиной по жизни. Надпочечники держи не на адреналине, а держи их женскими, расслабленными. Если у тебя все время будет там адреналинчик, это, конечно, приведет к тому, что климакс ты не пройдешь сама. Пронесут тебя через него либо таблетки, либо вообще все на свете. Вот такая классная, когда я сплюсь снимать. Извините, пожалуйста, слушайте, мне даже ребенок говорит, мам, ты материшься? Папа на меня иногда кричит, а ты материшься? Я говорю, извини, я буду за этим следить. Слушайте, но на самом деле в матерных словах очень много силы. Они, конечно, очень-очень сильны, и это, конечно, это, конечно, тоже такие поточные вещи, особенно, когда они к месту употребляются. Но это не очень хорошо. Не буду, извиняюсь. Так, Арина, вы вас там? Спасибо с этим парам. пять половых партнеров может быть только если ты никогда ничем не занимаешься по жизни, иначе откуда взять столько времени? Девочки, вот и я так же. Я так говорю, Откуда в 20 лет? Может быть? Мам, это вообще все очень быстро делается, долго ли это? Это вообще все быстро. И 5-6 это считается приличная девушка у нас. Ну, ладно. Я просто что скажу? Вот так вот, представляете? Это я про юность говорю. А у нас-то, да, там, да. Вообще все. Спасибо огромное за кругу. Да. Я очень благодарна тем, кто ввязался в него со мной, потому что я реально обалдела от того, как здорово он поменял мою жизнь. Прямо вот, особенно вот, прямо перед 14 февраля у меня прям произошли такие события. То есть у меня просто вот как, знаете, закрыто было и открылось, и я просто увидела, и знаете, как будто вот ты сидел в дыму, и ничего не было видно вокруг. Вот как здесь я сейчас в горах, бываю, ты там просыпаешься, все белое, а потом что-то раз-раз-раз-раз-раз, и горы проступает, небо, и вот у меня я заступа попала вот на этом курсе в этот момент. То есть у меня здесь этот туман осел, хотя казалось бы, слушайте, я уже работаю над собой, над своими какими-то там прибавашками с 2020 года, о, 2020, да. Уже сколько 4? Ну, четвертый год пошел. И тут вдруг вот реально происходит такое, что ты просто понимаешь, что видишь, и столько шелухи отлетело за буквально 2-3-4 дня, которые раньше казались невозможно отлететь, которые были пришиты к тебе. Казалось, что это твое мясо, и оторвать это можно только с частью себя. А это просто оказалось, ну, чик, это просто заслетело, и все, как волшебные слова, и все. Все через любовь к себе, это факт. И мы себя не любим. И весь наш мир построен так, чтобы внушить человеку, что себя любить не надо, это плохо. Слово эгоизм. Эгоисты – это люди, которые не любят себя. Это такая особая форма извращения нелюбви к себе. Ведь кто такой эгоист? Это эгоист, который пытается понять себя людей, но не может. Он не чувствует других людей, и он не чувствует себя. И говорят, он бесчувственный, он эгоист. Он не бесчувственный, он что-то там может и чувствовать, но он других людей не чувствует, и себя он не понимает. То есть люди, которым в детстве запретили чувствовать, они становятся эгоистами при условии, что у них снижена эмпатия. То есть эмпатия – это тоже такая штука. Ты чувствуешь другого человека, ты чувствуешь, чувствуешь. Но если в какой-то момент, в детстве, ребенку станет очень тяжело от этого и больно, он отключит это чувствование. И вот эти зеркальные нейроны и так далее перестанут работать, и он перестанет чувствовать. То есть рядом с ним человек будет плакать, он будет понимать, да, ему он плачет, ему плохо, но он не будет чувствовать это. Вот я, например, если вот при мне, не знаю, начать резать руку, я чувствую физически боль по этой рубке. Вот я прямо чувствую, то есть это не про... Это плохо, с этим надо работать, я с этим работаю. Если рядом со мной человек, который страдает, я страдаю вместе с ним, я начинаю помогать этому человеку, в первую очередь для того, чтобы вообще... То есть я в какой-то момент отследила, что я людям помогаю в большей степени еще для того, чтобы не чувствовать вот эту их ужасную боль, потому что я ее чувствую. А вместо того, чтобы лезть и помогать, когда тебя не просят, сливая туда свою энергию и так далее. Первое. Займись собой. Научись не страдать от других людей. Если у человека страдания, это его страдания, они ему зачем-то даны. И когда ты лезешь, помогаешь ему, ты мешаешь провидению вообще, как бы, собственно говоря, с ним работать. И отсюда очень много проблем получается, что человеку положено было здесь пострадать и что-то понять. Тут пришла Арина, раз-раз-раз-раз, чик-чик-чик-чик, вылечила там и так далее, сделала все хорошо. Дальше пошел крушить мир. Чуть дальше пошел крушить. Я как-то рассказывал, да, как я однажды там, была там на женском круге, первый, последний раз. И значит, там женщина такая, я там страдаю, там у меня климакс. И все прямо. И я лежу, все лежат. Я не себя лечу, а я там летаю и ее лечу. И мне там говорят, слышь, ты не лезь. Ты не лезь. А она так страдала. И вы знаете, вот, когда все закончилось, я подумала, сейчас подойду к ней, обниму ее. Вот если она меня попросит о помощи, я сейчас ей быстренько все, ну, потому что я же понимаю, как кому что надо. И она вдруг такая, мы такие, что-то там, чаек пьем, она такая, э, мы с моей дочерью будем найдены, там, в следующем году рожать. Я говорю, в смысле, она? Ну, она там вышла замуж, до какого-то козла ушла, там вот сейчас сидит, вот сейчас еще годик походит у меня, через годик я ей скажу, что родила мне ребенка. И я понимаю, почему семья страдает, я понимаю, почему у нее климакс тяжелый. Да, она просто, ну, понимаете, и им урок научиться от этого освобождаться, да? А мне урок, не лезь. У нее столько вот этого, что ей дали столько болезней, лишь бы она чуть-чуть поменьше уже третировала мир-то этот. А ты тут такая, да я сейчас вам помогу, чтобы опять тут метали громы и молнии. Поэтому вот очень важно научиться помогать себе. Все через себя делать. Сначала в себя занаривайте на себя, и все через себя, вот. Так что вот эгоизм, про который как бы, да, так любят говорить, это как раз-таки вот, как правило, люди, которые отключили чувствование, и они не понимают, что с другими людьми, а если ты не понимаешь, что с другими, ты не можешь выстроить отношения. И поэтому у них единственное отношение с собой, их называют эгоистами, что они крутятся вокруг только себя, но они по-другому и не могут. Вот. Но это форма не любви к себе. Это форма не любви к себе. Вот. Это не про любовь к себе. Так, по-моему, круто, наслаждайтесь. Классно, что есть у нас, как пример. Да, знаете, девочки, я на самом деле, когда вообще у меня все это началось, там несколько лет назад, все эти мысли и так далее, я тоже подумал, слушайте, как это тяжело, как мне страшно, как мне тяжело, как мне страшно. жизнь рушатся, знаете, это вот, а это проблема в том, что ты уходишь мозгом в будущее, туда не надо ходить, в прошлое туда нет, ты должен здесь сейчас, здесь и сейчас все прекрасно, это раз. Второе, понимаете, очень многие будут так говорить, ну, Арина, ну, что ты блондинка, у тебя там деньги. Когда ты решаешь менять свою жизнь, не имеет значения, блондинка ты брюнетка, толстая ты тонкая, есть у тебя нет денег, все будет, это будет одинаковый путь. И думать, что если бы у меня были деньги, мне бы, нет, не будет легче. Потому что все трансформации, они происходят одинаково, это непросто. И знаете, вот я чуть попозже кое-что еще скажу очень важное. Сейчас пока не могу, а попозже чуть-чуть скажу очень важные вещи, и вы поймете, что совершенно не важно даже как вы выглядите к тому моменту, когда вы решили вспомнить о себе. Вот, потому что вы себя-то примите любое, как только вы к себе дорогу вспомните. Не к зеркалу, не к другим людям, не к каким-то там «Ааа, я хочу быть там красивой, чтобы мужиков члены вставали». Блядь, вы вдумайтесь, вы вдумайтесь, зачем вам мужик? Вот вы просто вдумайтесь. Нет, хорошо, ладно. Мы молодые, мы хотим размножаться, нам нужен самец, чтобы мы забеременели, и нам нужно, чтобы он нас содержал, а мы там плели домик и так далее, и любовь у нас была, и были дети. Это все понятно. Окей. 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 Ну так тогда вы так и говорите, я хочу в 50 лет выглядеть хорошо для того, чтобы выйти замуж и родить детей. Но ведь нет же, в 50-е лет вы же не хотите. Я хочу, чтобы меня любили. Блин, очень такая интересная тема. Вот, вы это не только ваша оболочка, вы это еще и человек внутри. И общение, которое происходит, оно происходит внутри с нами. Вот, задумайтесь, так сложилось, что вы заболели оспой, и у вас безобразило лицо. А мужчина, который рядом с вами, ему важно то, как вы выглядите, и он от вас уходит. И это по вашей нелюбови к себе. Потому что вы просто настолько себя забыли, что вы выбрали мужчину, который просто любил вас за ваше лицо. А ведь, знаете, вот я сейчас готова руку свою просто вот так положить, и все, кто сейчас здесь смотрят, женщины, если у их избранника случится оспа, обезобрается лицо, от него не уйдут. И этому есть объяснение. Потому что у нас внутри есть еще эмоциональные подвязки, совсем другие. Мы чувствуем, чувствуем, и это не про внешнее. Это про ощущения. И не уйдем мы не потому, что а кому я там нужна? Нет. Потому что в нас есть еще очень много вот этой вот воспитанной жертвенности. Кто-то будет любить, а кто-то разлюбит, и все равно не уйдет именно вот, потому что страдать ради других, не ради себя и так далее. И вот у кого это есть внутри, с тем так и будут поступать. То есть, нет, это надо на самом деле делать отдельно. Это раскладывать надо. Это очень надо аккуратненько подводить. Потому что сейчас я поняла, что сейчас это не очень так все понятно. Это немножко скомканно. Поэтому давайте сейчас не будем в эту всю тему заезжать. Потому что для тех, кому она не актуальна, они все равно в это не войдут. для тех кому это по-живому то что я сейчас говорю не поможет я просто чувство мои слова сейчас не лечат значит не на вот но мы об этом еще поговорим и ну кто он был на курсе вот сейчас на последний про любовь те те понимают о чем это когда ты находишь вот эти 10 порталов и 4 ступени и все меняется и все по-другому и тебе уже про твои морщинки ты думаешь совсем по-другому ты думаешь ага у меня морщинки наверное что-то я может рыбки не поел или еще чего-то понимаете а что-то я это для меня сигнал что что-то я с собой не то делаю что-то это для меня я ухудшаюсь то есть как бы да я старею это значит это же ведь неестественный процесс это ну как бы это наши мы либо можем вверх эти либо вниз что-то я пошла что же я могу для этого для себя сделать и это уже морщинка она не для кого-то она для себя и ты поэтому и ты поэтому в какой-то момент признаешь окей где-то я здесь допущу а это вот я буду так делать а это так но я буду исходить из позиции ну как бы любви к себе заботе о себе понимаете они из позиции того что кто-то там где-то на меня посмотрит тот они тот и увидит вообще женщина на самом деле в принципе мне конечно было бы интересно почитать вот а зачем иметь красиво лицо то что я с несколькими людьми вступала вообще не с собой тоже и там конечно интересные разные вещи когда вот такой прокручиваешь прокрутишь нет конечно я что же он сейчас фильтром сижу как бы к смотреть на себя красиво очень приятно но это вот побочные эффекты того мира в котором мы выросли вот потому что все вот эти вот канона они создаются обществом в котором мы вырастаем для того чтобы было удобнее нами управлять и манипулировать так вот все женщины думают о сохранении молодости чтобы здесь морщинки не вырезали который все равно вырос вылезут вместо того чтобы выстраивать отношения отношения в первую очередь с собой когда ты выстроила отношения с собой ты научился я вот до сих пор не умею я так сейчас еще учусь это тогда ты можешь устраивать отношения с ближним с дальним кругом и ты можешь устраивать действительно отношения потому что отношения это не про морщинки а морщинки это внешне отношения совсем другое отношения нет ни с морщинками выстраиваются это между личностями но сначала себя так сегодня же бессонность да девочки так муж не хочет на меня тратить деньги обижаюсь он вас не любит просто да если мужчина на свою женщину не тратить деньги он ее не любит все . девчонки . ну может его конечно где-то там жизнь помял или еще что-то если надо поговорить то есть конечно это не надо там резко но надо конечно поговорить вообще любовь это такое да понять особенно мужчины женщины давайте просто смотрите есть понятие семьи в семье мужчина добытчик женщина фея муза вдохновительница она делает его счастливым не знаю на меня тоже никогда деньги не тратили потому что я с рингом лесом я сам и более того мне попросить было так тяжело что мне проще было заработать сейчас я слава богу от этого избавилась у меня этого больше нет и спасибо большое там и сережки и своя возможность зарабатывать но я так как я сейчас и таких свободных достаточно пошли то я могу позволять себе работать и себя обеспечить вообще в любой женщины любой женщины вот там и недавно с антоном об этом беседовали и на самом деле пришли благодаря ему вот вообще он меня гений к очень интересному выводу до что женщина действительно обязательно должна уметь себя обеспечивать это кто был на курсе деньги то там и в магнитах есть но в целом если женщина умеет себя обеспечивать она независимо только между двумя независимыми личностями могут быть интересны отношения между зависимым там черте что из боку бантика и учетом об этом обсуждать если людям нравится эти игры они в них играют и в этих играх там черте что происходит если в отношении вступают две личности да то это совсем уже другой раз расклад и вот если женщина знает что она уйдя от мужчины будет все равно в состоянии себя обеспечить это один расклад если она понимает что нет он понимает что нет то происходит то что вот как раз мы с ним обсуждали это вот эксперимент станция стэнсфордском университете был это когда одну группу студентов поместили в заключение других поставили надзирателями и этот эксперимент где абсолютно нормальные студенты вообще с рандомно взятые просто за денежку одни должны были быть заключенными другие их надзирателями девушка парня который это все организовывал это был научный эксперимент она обратилась полицию с требованием прекратить потому что она увидела что жертва реально превращается в жертв а надзиратели превращаются в садистов и по вы вышло что если тебе дается человек в длительное пользование и он становится тебе подконтрольным полностью то мы так люди устроены что рано или поздно нас вылезают садистские наклонности поэтому любая зависимость от кого-то в любой вещи зависимость она в том от кого зависит рано или поздно вот эти агрессивные вещи проявляет это треугольник как мы на там жертва спасатель и агрессор и это никуда от этого не деться наша психика так устроена если только мы вошли в позицию жертвы все за рядом появится агрессор мы вошли в позицию агрессора рядом будет и жертва и спасатель и так далее и мы будем слайдить это первое что по всем этим трем каждый из нас но еще и в какой-то вещи мы будем доминировать какая-то для нас будет доминант огромное число людей к сожалению это я вам как-то сказать недоучившийся психолог психолог говорю проживают свою жизнь в одном из этих трех пластаси и выхода из него как предлагают некоторые там психологи апгрейпить там позицию жертвы представьте что я не жертва на самом деле я так учусь так далее нету то есть можно только выйти из этого я не жертва не агрессор и я не спасатель то есть я не помогаю не спасаю никого и никак я ни на кого не злюсь я понимаю что то что происходит со мной я отвечаю за себя и я себя убираю из любых некомфортных ситуаций остальные мне по боку да как бы и не быть жертвой то есть все что со мной произошло я сам привлек я сам останавливаю я останавливаю я прекращаю быть жертвой но я не сижу не а я жертва меня обижают и так далее вот этого нет и вот таким образом как бы да очень даже хорошо всем из это все уходи поэтому когда женщина приходит мужчине грида и пожалуйста мне там денег а он такой говорит а сколько а ты так миллион долларов он такой не дам то вот если это ваш случай то это скрипучая щедрость это надо подождать походить кругами сказать ну пожалуйста а вот надо мне очень он будет ныть ныть и даст любую сумму девочки отправляйтесь если вы будете готовы к отказу то здесь самое важное быть готова что когда ты просишь чем отличается просьба от манипуляции просьба ты просишь и ты готова принять отказ если ты готова принять отказ то есть ты приходишь и просишь ты не зависишь от его ответа это первое то есть нет зависимость ты просишь ты уходишь как будто время там еще раз спрашиваешь а ты просто ждешь смотришь раз и все происходит почему потому что вот как говорит сати как бы там кто его там не ругал есть крамотный момент у него у мужчин скрипучая щедрость им надо поскрипеть прежде чем согласиться вот я я вот в этом миллион раз уже убеждалась и все равно это очень тяжело для меня для мужика с яйцами когда начинает мужчина скрипеть рядом не прошу пойти самой заплатить там или еще что-то сделать я вот два года жила в состоянии что я себе дала просто вот обед не тратить свои деньги не тратите все время просить 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 и ни разу чтобы я не получила своего не было в результате она просила там такую сумму что когда посчитала я в ужасе хорошо что там человек не считает потому что если он посчитал бы тоже то тоже был бы в ужасе вот и я поняла я убедилась да это работает да это можно делать и да все замечательный сейчас я уже иногда себе позволяю сама заплатить вот именно потому что я уже перешла в такую как бы то есть я научилась этот у меня опыт есть есть при как взрослый человек да и все что я могу сделать так могу сделать так я могу это это для меня открыто оба пути вот и я например знаю что у любого мужчины можно попросить совершенно любую сумму на свою любимую женщину абсолютно точно эти деньги даст вот важно просить не требовать важно быть готов к отказу важно дать ему время свыкнуться с потери этих денег потому что ну все-таки мужчины зарабатывают и и конечно очень важно быть благодарны то есть это тоже момент если вы вот бусы если вы не благодарны за это мужчине ну и не будет он вам ничего давать то есть вы считаете что вы такая королева он вам должен и вы не благодарны ему за это но нет так не работает ладно все девчонки мы прям поболтали чуть-чуть вы моей той же любви я всех вас люблю вот спрознан какой-либо нет у меня любимого крема и так а потом сразу про наполеон что ли спрашивает а то там крем хороший люблю крем ну съедобный который в наполеоне который наш русский наполеон так ладно все арена идет на моргенштерна все мне пора заканчиваться какой-либо какой ваш парфюм сегодня никакого парфюма у меня я вытащила карточку в игре лила я играю в лилу сама с ней и она мига суши не пользуйся парфюмами никакими пока прям лила мне говорит только натуральное используем что есть натуральное и у меня буквально таки вот ну какой то такой небольшой период сейчас нету ничего хотя у меня очень классная коллекция парфюмов и у меня есть классный друг который мне дарит просто ну потрясающе и у меня нету любимого парфюма конечно поменять там не знаю что там 30 или 40 может и больше нет любимого для каждого случая свое но те кто здесь из наших знает что я выпускала свои духи и может когда-нибудь к этому опять вернусь потому что формула сохранена вот во франции здесь очень хороший парфюмер для меня их сделал и как аромоконцентрат он прям мне кажется очень отражал но он очень сильно отражал сильную женскую сильную затем конечно это были такие духи женщины на грани воина то есть очень классные очень сильные очень знаете наверное они такие такой классный как джокер хочешь быть женщина эти духи тебя сделают сумасшедшие женщины хочешь быть мужиком в юбке сделают мужиком в юбке то есть такой какой-то сумасшедший усилитель вот у меня есть вот так спасибо огненно вечно спасибо спасибо все девчонки я пошла а то вы понимаете меня моргенштерн бар то все в общем а я без прически меня просто пустят сейчас скажет у нас до 18 только вход так китайской медицинской медицины увлекалась цигуном тоже так 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 вот по мере естественно девчонки секрет моих волос очень часто меня спрашивают меня никогда не было фенов представляете меня феном и что год старости поеду во взрослости появились я всегда сушила в детстве вот эту свою капну тем что вот так вот трясла голову знать 300 раз и голова высыхает то есть ты встаешь и начинаешь раз-два вот и мне кажется что из того что я их никогда феном не обрабатывала так сушила а у меня были такие долгое время такие хорошие классные волосы ну и сейчас сейчас честно скажу их стало меньше чем было в юности но зато в юности я все время жутчайшим образом облегчала потому что это вот такое было это вот так вот просто не взять было а сейчас сейчас взять так да юлечка квант лапт да тоже был у вас еще вот 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 уж он своим не верю вот понимаете вот а я решалась примерчик который выписывала из этого учебника без учебника менять и без теории меня физма ты не слышал про сканаве но слушайте вы наверно очень юная девушка как это все знака куда вы не слышали про сканаве вы чего вы не связь мат так беречь надпочечники бить кофе на следующие питки кофе выпить нет это вообще не имеет отношение кофе надпочечники это имеет отношение к вашему отношению к жизни значит кофе я не пью я просто в какой-то момент разлюбила пью зеленый чай значит девочки вот огромное количество в интернете чуши и бреда выбирайте кого слушать кто пришел сюда вот лучше задайте вопрос не надо здесь писать что вы думаете потому что ну вот вы думаете неправильно насчет девочки надпочечники адреналин это не кофе вот и кофе кстати говоря ну там чашечка кофе в день ничего плохого не сделает при определенном вашем раскладе он тестируется через то через сколько вы писаете после этой чашки кофе и чашка кофе до там трех часов если вам нравится пейте на здоровье лучше только без всего потому что я уже рассказывала что все полезно что содержится в кофе может быть усвоено только если там нет ничего кроме воды ничего и обязательно потом запить еще горячий воду я девчонок научила кофе сильно разводить горячую воду и пить по чуть-чуть и там всякие интересные эффекты на и про происходит и в организме и везде и это очень здорово классно работает и лечить и лечит киши там куча всего если знать как в какой протокол включать кофе прям одна чашка прям ну супер но я не вижу мне не надо не не хочется не надо и вообще и так-то я пила его декофенированный кстати декофенированный тоже так же тоже также хорошо позитивно и полезно работать с натворщиками все намного намного сложнее намного сложнее либо вы решаете проблемы то есть вы знаете что вы женщина и тигр который прыгает он прыгает любой тигр на вас и вы знаете что перед вами если бы мужчина либо кто-то либо папа либо кто-то кто будет решать вашу то есть вы знаете что вас ищет вот женщина она отличается вот женщина женщина от женщины мужика отличается что у женщины женщины и щит и она все проблемы перекладывает потому что это правильно не женские дела заботы постирать погладить повязать хотя если это не нравится она тоже находит кто-то делать без нее а именно вот там не знаю там сумку поднять кто-то позвонил кто-то заругал потекло не поехала то есть женщина женщина она не орет мужчина это его дела он этим разбирается он меня когда нибудь туда куда мне надо привезет вот отличие не кофе а вот это отлично если вас очень простой тест если вы куда поехал наш поворот все будет клуб будем переучивать это не приговор чем раньше начнете тем лучше у вас есть дети ваши дочки чем раньше вы начнете тем быстрее вы научите их тем легче и класснее будет их жизнь а вот так все всех люблю так 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 легко сказать расслабленная сними против по жизни если невротик пожизнать можно работать это и так нам мы будем за невротик смотрите этот термин психологический он не означает то что ты человек который вот так вот время а у нас в голове сложилось такое что если человек невротик то это знаешь что нет вы понимаете вы сейчас как бы подмешивать вы медицинский полу медицинский термин вообще медицинский термин хорошо около медицинский скажем так термина психологии принципе наука значит медицинский ладно термин даете ему широкое распространение и пользуйтесь не тем его значением в котором как бы есть то есть если вы больной человек вот реально больной то вас надо лечить а если вы здоровый человек то все вот эти вот ваши переживания и так далее так далее это все от вашего восприятия мира это корректируется самый простой путь и нлп потому что это взлом вот но он ее самые неинтересные потому что раз-раз-раз вас взломались и попали хорошим специалисту вы все поменялось но как только вы наедете на что-то аналогичное у вас нету в организме у вас нету в голове механизма как вот этому научиться переучиться поэтому лучше немножечко потрансформироваться самой вот 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 кстати женщины до чем отличаемся от мужчинами у нас мозг по-другому строим у нас количество связей между как бы абстрактный левый правый полушариям который отвечает за логику и за чувственность огромное количество связей поэтому одновременно это и другое дело мужчины этих связей просто нет там одна линия поэтому он увидел родную любимую вспомнил про лопату для снега лопат все он переключился он больше уже не эмоционирует у него лопата желтая черная там купить по то есть у него четко логика эмоции у женщин свою перемешку поэтому первые приходит медитация потому что нам и задыхаться начинаем только медитация по почистив голову мы начинаем чуть-чуть давайте разгрузить мужчине все проще женщину свою видел эмоции на работу пришел поработал тут отдохнул от работы на работе отдохнула от женщины все все и все просто вот нам сложнее но им зато с нами сложно понимаете нам с собой а им с всего девчонки а иначе не успею слава украине почему почему причем тут украина так хорошо здравствуй арена сохранить эфир не не буду сохранять так даже гуглить у него сушки вот это вот дворожня я ее просто сейчас заблокирую и все хоп и для остальных тоже будет наука оказывается 10 такая кнопочка сразу на месте кто много выступает дело заблокировал да девчонки я надеюсь что для вас это было все мило и здорово и хорошо я не знаю сохраню ли это эфир или нет выложу его или нет потому что ну как бы чудо выкладывать как я голову что ли сушу но мы с вами классно поболтали и мы еще обязательно поболтаем да вот так девочки давайте договоримся значит в наших комментах друг другом не вступая в пререкательство даже если кто-то пришел сюда случайно не из нашей банды и начал там что-то писать не волнуйтесь я увижу удалю разберусь все не тратьте свои энергии силы и так далее я здесь как хозяйка салона вас пригласила если я вижу кого-то кто не укладывается в наши рамки не хочет соблюдать наши правила до ведется по-детски это детская такой да там я буду бунтующий ребенка хочу нет будут взрослые девочки собрались уже взрослой женщины все как взрослый есть правило если я сказала что не надо выступать значит не надо выступать кто-то хочет выступать выступает другой комнате всего вот и все и вам не надо на это обращать внимание потому что вот сейчас вы как бы под моей защитой и когда вы опять пытаетесь с кем-то здесь по это вот опять вместо того чтобы щитом прикрыться в опять поберегите свои надпочечники поберегите свои надпочечники так так арену знаю 15 лет у сайте много мудрости много так ладно девчонки блин сколько вопросов сколько вопросов как жалко что я давайте почаще встречаться давайте почаще встречаться все люблю целую я еще выйду в эфир если пойми если меня отпустят к маркин всех люблю целую так